Девушки отдыхают Сложно отыскать вторую половину Именно с этой целью я пришел на эту передачу Мне в этом помогут мои друзья Геннадий и Светлана Александр, 32 года После развода с женой встречался с несколькими женщинами одновременно И никак не мог решить для себя, что лучше, любить или быть любимым Александр предприниматель, владелец завода по производству металлоконструкций Занимается спортом, участвует в боях без правил, играет на гитаре и пишет стихи Считает себя порядочным и добрым Занимается развитием детского спорта Мечтает о троих детях Признается, что готов полностью обеспечивать свою женщину Александр опасается несерьезных и корыстных барышей Готов жениться на зрелой и мудрой женщине, которая будет ему надежной подругой в жизни АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Боже, что это за красота? Я ее не видела АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Просто гора цветов Пожалуйста Просто гора Спасибо, боже, какая прелесть АПЛОДИСМЕНТЫ Какие цветы подарила? Какой молодец АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, скажите мне, пожалуйста, кто поверит? Молодой, красивый, владелица заводов и пароходов Нас уважил, такие цветы нам подарил Ариц, секрет, скажи А тело какое, боже мой Чет нашла больше 20 тысяч рублей Ты представляешь? Да, и один Вот кто нам поверит, скажет Ну, опять, наверное, своего кого-то там притащили, ряженого артиста Ты специально своих друзей-актеров приводишь Я Я слышала Вот кто поверит, скажи себе, пожалуйста Ой, Александр, да я сама себе не верю Думаю, у меня глаза лопнули Такой мужик Ну, если у него завод И ему 32 года Это характеризует его как очень Ну, нестремленный, собранный Собранный, да Собранный, собранный Трудолюбивый Саш, ну вы же были женаты Ребенку вашему 10 лет А вы наследник богатый Или собственным горбом? Нет, я сам начинал свой бизнес, сам развивал Ну, и математикам быть не надо, чтобы сообразить, что уже женились рано Отцом стали где-то в 21 год, наверное, да? Да, да, совершенно верно И из-за большой загруженности на работе Не было возможности уделять время семье Конечно, а жены же никак хотят Уже сто раз говорили у нас на программе Чтобы и рядом был, и деньги большие носил Чтобы еще в молочную кухню бегал, памперсы менял У нас удивительная женщина И вот у вас такая же удивительная была рядом Но молодая Молодая, конечно А может она говорила Сашка, да брось-то, не хочу денег никаких Вот лишь бы ты был Она именно так и говорила То есть деньги были не нужны? Я все равно должен был обеспечивать семью А она считала, что? Считала, что деньги не нужны Они сами по себе прибыли Да, самое главное, чтобы ты был рядом Запилила? Поздно возвращаешься Не было взаимопонимания И никого у меня не было Она могла в любое время появиться у меня на работе И посмотреть, что я целыми днями работаю Теперь днем А у нас же, когда бизнес-то поднимаешь Все переговоры где? Либо в ресторане, но у вас у мужиков в бане Ну, как бы вот так А как все там делается? А где же еще? На работе, в офисе Не надо мужчину этим душить Вот этими вот звонками, сообщениями Ну, это тяжело Хорошо, Александр, никого вы не обидите Я просто хочу сказать женщинам Вот как мой брат женился И моя мама сказала невестке Моя людая Мои дети выросли в любви Они знают, что такое хорошо Не зажимай Я знаю и Лариску, и Витальку Вот сквозь пальцы Как песок Вот так, держи Чтобы хотелось идти домой Будет дома плохо Они найдут, где хорошо Я своих детей знаю Вот мамины такие слова Поэтому и вам было дома плохо Вечно пилешь Ребенок орет Одни претензии Поэтому вы Мы же вас не обвиняем Это естественно Тем более для молодого пацана Тем более, что у вас было оправдание Вы шпахали А я считаю, что правильно Когда мужчина занят делами Зарабатывает Я считаю, это правильно Лучше, когда он лежит И телевизор смотрит на диване А ты работаешь на двух работах О, не-не-не, не хочу Выбрываешься на кухне Между детьми Она сейчас устроила себе жизнь? Да, все хорошо Мы общаемся Ребенку я постоянно помогаю Вы не только ребенку помогаете Вы жену свою не оставили Ни на одну секунду Вы их содержали И по полной программе Да, я в ответе за тех, кого приручил Дорогой мой А потом у вас начался период Тот, который вы не добрали в молодости А что, при хороших деньгах-то? Очень хороших школах А никто же не обвиняет Наоборот Вам даже в одно время показалось Мало одной барышни Дай-ка, я думаю, будет у них две Две появились Ну сил хватало Какая первая-то? Одна хорошая Вторая очень хорошая Сейчас я освобожу Для лапши Нет, на самом деле они были не одновременно Сначала была одна Потом была вторая Дублировать девушек в отношениях Я считаю, что это непорядочно и неправда Скажите, а в чем была их разница? В чем они, может быть, дополняли друг друга? Почему не расстались с предыдущей? Ну, когда ты чувствуешь меркантильный интерес Это та, которая попросила машину А вы ей сказали, ага Да А не треснет лицо? Да, и... Вот одна, которая попросила машину Вы ее бросили? Мы не бросили Мы поняли, что нет взаимопонимания Ну, потому что только одно ей нужно от вас Конечно У нас есть своя машина Слава Богу, Дин, ты ни у кого никогда ничего не бросишь Да Но для чего ты ведь была нужна меркантильная? Интересно, хорошо было Может быть, удобно с какой-то позиции Вот А потом понимаешь, что взаимопонимания нет И самое главное, что нет тыла Ну, нельзя же в одни ворота-то, правда? Ну, Саша Тоже, наверное, от нее ждали чего-то А он жениться-то не собирался Да его я знаю А вторая какая Она говорила Ой, ничего, Саня, от тебя не нужно Лишь бы ты вот рядом Даже возрастная Маскулинная Тебе потерять нечего? Нет, а у нее самой денег в море Зачем ей что-то? Не бывает Саша А он не сознанку Вот так же все и было? Мне очень приятно вас слушать Ваша версия А ваша какая? Моя версия Вот старая, которая бескорыстная Старше вас намного Добрая, нежная Ласковая Заботливая А зачем она знала-то про первую? Вы рассказали сами? Тем более не про жену Они были не одновременно Я понимаю Сначала одна А потом вторая появляется Да И с одной мы расстались Со второй начали жить И взаимопониманию Мы сразу пришли И я почувствовал Ну ладно, ну обманывайте Ну так что так было Послушайте, у кого не было У меня, например, было И вот у Василисы было Ктукурозы не было Чего только себе не узнаешь в программе Не повезло Ну ладно, хоть других послушаю Хорошо Как говорится Почему-то одному мужчине нужно Сразу несколько женщин Вот я хочу узнать, зачем? Это же так обременительно Нет, несколько одновременно Ну две штуки Я не согласен с вами Не нужно Не нужно, да Оторвался А почему не женился И на первой, и на второй? Ну первая, понятно, корыстная А вторая Вторая Не было искры Нет, и вторая Сразу Вам призналась Что деток не родит А Вам хочется еще детей Нет Вторая могла родить детей А лет-то сколько ей было? Лет 35 Лет 40 Ну, как и мой тоже Сначала 35 Потом 40 Потом, глядишь, еще сколько-то появится А, у него как раз такой возраст Когда он уже все понял Он уже нагулялся Он уже готов истепениться Вы хотите еще троих детей? Да Правильно Потому что вы же для чего-то работаете Кому это потом? Кто будет дербанить? Родственники? Которые вдруг отражаются А там сыночка есть? Ну, сыночки повылазят столько Одному в одно горло Поэтому нужно детей рожать много Счастливливать Ребята Потому что если не Вы Молодые, красивые, здоровые, успешные Тогда кто? А Вам, женщины, зачем с ребеночком? Вы с ребенком хотите? Да вот-вот о чем речь Там еще бои без правил Помимо тренажерного сала Нет, не обязательно Он просто не против Нет, вот мне написано Нет, он не против А не то, что он прям хочет с ребенком Да, я не против Ух роза, вот любишь что-то Намутить все Мне же надо Девчонок тоже Детьми-то пристраивать А что ж все Молодым да молодым Ну вот и надо это Тем более А вот бои без правил у Вас Как часто? Вы сами принимаете участие Или Вы зритель? Нет, я выступал И, в общем-то, прекратил А, хорошо А то травмируетесь еще Потом нечем будет детей Этих вот троих Кормите В Москве Да Да, потому что там была одна фотография Где Вы в трениках Вот я думаю Вот эта любовь Мужчин и у богатых И у бедных Просто треники разные Но у всех есть И мой вот этот В капюшоне Сто... Сто восемь лет И в трениках Ну что это? Ну это еще наследие Советской эпохи Ты же помнишь Сколько ты хороший Спортивный костюм стоил Да Ну вот он за счет этого Такой солидный Что накачанный Кстати, врачный контракт будем заключать? Конечно Молодец Так А что Если не дай бог Вот Или с чем пришла С тем и ушла? Нет Или с чем пришла И вот пока нажили Напополам Или при каких условиях Она ничего не получит? Нет, нет, нет Есть такие условия? С тем, что нажили Пополам делим А если вот измена будет? Я не хочу об этом думать То, что мы будем разводиться У меня даже мыслей такой нет Правильно, нельзя И вот Василиса все время говорит Я говорю А если вот развестись Фиктивно Ну там по одному делу И мне Василиса не разрешила Потому что мы должны были Ну фиктивно Для одного дела Она говорит Не, 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 не Как правило Фиктивный брак То есть Фиктивный развод Потом становится Нефиктивным Не, но он же хочет Брачный контракт Молодец Просмотреть на все ситуации При каких это А если вы измените То вам как? Я не изменяю Ой, ладно Я вот тут почитала Вы нам тут Он уже У Ларисы лапша не свисает И у меня теперь тоже уже не свисает Прямо бабник Вы есть бабник Вот прямо А то прям А что это молодому Да красивому А я не против Жалко что ли То есть только одиночек ходит Не жалко Вот и я говорю Вот как бы он был женат И изменял Это была бы одна история А сейчас-то Ну Поделись улыбкой Своей Поэтому Девчонки Давайте уже знакомиться Ну давайте Ну что как говорится Молодой Красивый Богатый Богатый У нас тоже Молодуха была Не очень молодая Но тоже Красивая Богатая Вы любите Постарше У нее двое детей Скоро внуки Совет да любовь Мне не надо Мне не надо Мне не надо Не надо Я тут прочитала Мне уже срамиться нельзя Мне мужчин только по ночам нужны Больше не надо А только срам один Поэтому мы молодую найдем Хорошую девушку Правда под вас тяжело подстраиваться Это же целая профессия Быть женой богатого мужчины Ну посмотрю хотя бы Может быть у кого-то есть навыки Быть и нянькой И секретарем И психоаналитиком И мамкой Вот бывают такие Ну чего он ничего не знает А мне кажется У женщины Рядом с таким мужчином Как Александр Должна быть одна задача Любить его Любить и слышать Не перечить ему Потому что нет ничего Противнее Чем женщина Которая слово Она действит в ответ Относиться с уважением К его друзьям К его работе Не лезть куда ее не просят Задачи-то мало И чтобы создать такую В семье атмосферу Чтобы хотелось Александр идти домой Ну что он не видел Такого в жизни Чтобы его потянуло Сейчас от любимой жены Поэтому будем искать Приятную Умную Из хорошей семьи Образованную Ну правда Чтобы не дура была Не хапугу И хорошо бы Чтобы не из бедных Потому что Все равно Ничего с собой не поделаешь Как только Вот когда у меня Появились первые деньги Я думала Что это вот у меня На короткий отрезок Я все скупала Сумки Платки Мне казалось Что завтра Мне скажут Все, все магазины Для Гузеевой закрыты Как больна Я потом все Правду раздала Но вот у меня было Ощущение жадности Такой Что завтра Ничего не будет Поэтому она должна Быть сытая Что женщина подстраивается Под мужчину Просто она сейчас Причислила все качества Когда она должна Сочетаться В одной девушке Я говорю Такого не бывает Ох Вы хорошо себя знаете Я надеюсь И сами понимаете Что вам непросто Найти спутницу жизни Потому что С одной стороны Нужна девушка Правильная Во всех смыслах В социальной Прежде всего Соединение Юпитер С Сатурном В весах То есть нужно Чтобы и окружающие Тоже признали Ее достаточно Хорошей хозяйкой Матерью Женой Но душа Жаждет другого Но сексуальный Ты тип Это Венера Близнеца Хочется веселую Разухабистую Бесшабашную Ту которая Не будет слишком строгой Как вот это Совместить Я не знаю Меня радует Что вы занимаетесь Спортом Потому что У вас гороскоп Человека Который склонен К кровопролитию И восходит Звезда Фегда И раньше Гладиаторы И мужчины Которые выбирали Кровавый путь В жизни Вот Такие знаки В гороскопе имели Но мне кажется Что в вашем случае Бои без правил Как-то это отыграли Частично этот этап В жизни И то что вы занимаетесь Спортом Будет это компенсировать Поэтому супруги Бояться точно нечего И что самое страшное На мой взгляд Это вы не готовы Пока жениться Но при этом В ближайший год Вполне можете жениться Вот так не всегда Иногда без душевной готовности Мужчина в брак вступает Ой, запутала Нет, а что Вот гороскопа иногда Такая запутанная После рекламы У нашего жениха Состоится первое свидание Не пропустите Вы смотрите Давай пожениемся У нас в студии Александр Встречайте первую невесту Здравствуйте, Александр Я Маргарита Спасибо вам большое Очень приятно Я желаю вам найти Сегодня ваше счастье Которое обеспечит вам Надежный ТЭЛ Спасибо Спасибо, ребят Проходите На фигуру, конечно Маргарита В профиле Невозможно было Оторваться Спасибо большое С кем вы? Это мои подруги Евгения и Людмила Давайте на вас посмотрим Маргарита Ох, Джули не дает вам По ночам спать Я так понимаю, да? Ну, это только вы увидели Это сходство Называется Догоним и перегоним Так вы все делаете Для того, чтобы на нее походить Поэтому Ну, не самое плохое Так сказать Привет для подражания У вас и грудь тоже сделана Я знаю Причем здесь это, Роза Я же имею ввиду другого А вот зачем? Я даже это не скрываю Сейчас объяснем А тебе зачем? Настарь, старая уже Я как Кричаковская галерея Сделала грудь И всем советую Если есть желание Для меня это Очень продуманный Коммерческий ход Потому что я занимаюсь Красиво Фигура, конечно, ослепительная Просто Занимаюсь спортом И в наших соревнованиях Это ваши деньги Это ваш хлеб Ребенку сколько? Четыре года Как зовут? Артем Боже мой Маргарит, вы сказали Что для вас ваши родители Пример Я знаю историю А вот расскажите Они инвалиды Мои родители инвалида И мама и папа Инвалиды детства Их познакомили Маме было 26 Папе 28 Именно познакомились С целью для создания семьи И они увиделись Понравились друг другу И решили создать семью Маме запретили То есть вы привыкшие С детства Что вам ни мамочка Не поднесет утром Ни папочка Что вы должны быть Самостоятельной Да? С малых лет Они воспитали Во мне самостоятельность С очень малых лет С полутора лет То есть мы жили На пятом этаже Пока мама спустится Оденется Я уже успевала Спуститься вниз Погулять Родители колясочники Оба, да? Нет Мама ходит, но плохо Мама раньше ходила Ей врачи запретили рожать Но для них ребенок Это было очень важно И несмотря на это Как зовут маму и папу? Валентина Николаевна И Сергей Иванович Валентина и Сергей Я просто Вот вам Огромное спасибо Во-первых Дочку такую красавицу родили Как вы могли Вот без такого чуда жить И нам такую красоту Не предоставить Я вот просто вам Дай бог Жить сто лет И Здорово, что вы есть Спасибо вам Да, судьба непростая Конечно Видимо и на характере Это отразилось Может быть она Излишне самостоятельная По жизни Маргарита А когда угораздила Влюбиться? Первый раз Угораздила влюбиться Нет, не первый Давайте уже про отца Ребенка Что вам первый? Хорошо Был предыдущий Несчастный опыт Любви И Спустя полгода После расставания С молодым человеком Мы знакомимся С отцом ребенка И у нас Закручивается Очень красивый роман С красивыми ухаживаниями Просто Которых у меня не было раньше Я Мне было 27 лет Мужчина старше У меня был на 6 лет И в 26 я уже захотела Сама ребенка, семью И когда забеременели Он же обрадовался Это было не спонтанное решение Забеременеть То есть мы это обсудили Что мы хотим ребенка А вы не хотели Для начала забежать в ЗАГС Как минимум и расписаться Вот для меня В этом плане был Отчаянно рискованный шаг Но утеплилась же Наверное надежда Я поверила Что все будет Но Неделя за неделей шли После беременности Я видела Что шагов Предложения руки и сердца Вообще никаких не было А потом он и вовсе исчез Да? А потом мы Мы жили в разных городах Мне нужно было Как-то определиться Уехать из Москвы Уехала к родителям Ох Он в Тюмень Пропадает со связи На две недели У меня стресс Ложусь в больницу На сохранение И мы месяц вообще не видимся И затем он приезжает На день рождения И объявляет мне Что он еще не готов Создавать семью Это было уже там 6 месяцев А у вас уже животно Все-таки За что ему большое спасибо Ну ребенка он видел Где-то 6 раз За 4 года В общем Разные города Маргарина Ну уже для себя Наверное сделали вы Что сначала все-таки Предложение руки и сердца Однозначно Второй раз Так не экспериментируйте И вроде вы не были Уже совсем Девчонкой Мне кажется В 27 лет Должно Как-то быть Женщина должна Искать свою любовь Если не нашла Она Я вообще не понимаю Когда женщина рожает Для себя В 27-28 лет Что значит для себя Для себя рожать Это вообще неправильно Это автоматически Обрекающий ребенка На страдания Вот вы говорите Что мне нужен мужчина Который меня будет Морально поддерживать А главное материально Причем заявляйте это сразу Да, я это не скрываю Что будете просить деньги Правильно я поняла? Причем буду объяснять на что Сколько и на что? Ну не мнется Не жмется Потому что как только Когда приходит невеста И говорит Ой, мне ничего не надо Лишь бы был Приятный милый Надо целый список Все, знаешь Понимаешь Что ей не ничего Ей надо все Нет, не все Мне нужно А вы позвучите Правильно У меня есть Честно сказать Список Желаний Мечт Целей Которые я хочу В своей жизни Ну хотя бы Осуществить Приблизиться к ним Быстрее список Зачитывайте уже Трое детей тоже хочу То есть это моя мечта Большую крепкую семью Также хочу реализовывать Продолжать себя Также на сцене В хореографии То есть если уже Это не сцена будет То возможно Деньги на что? Прикрой Также хочу заниматься Своим хобби Соревнования На подготовку Уходит немало Затем у меня есть Также идеи творческие Творческого плана Какие? То есть я хочу Организовать свое Шоу И также Чтобы это потом Приносило деньги А он скажет Ритусь Ты мне зачем такая нужна? Приходишь ночью В душ И вырубаешься Как мужик Спасибо что не храпишь Поэтому Разгрузить Разгрузить нужно меня Разгрузить В плане работы То есть вы хотите сказать Что вы работаете По необходимости? Конечно Ясно То есть если он вам Закроет ваши все эти прорехи То вы уйдете? Ну не совсем уйду Потому что я считаю Что женщина должна работать И какой-то деятельностью заниматься Но не в ущерб семья А сюрприз покажете? С удовольствием Пока она одна сейчас Она конечно И баба И мужик Она работает А если будет рядом мужчина Конечно Надежный Который надежный Да надежный именно Который будет ее обеспечивать Зачем ей нужно так вкалывать? Вот у нее как и у тебя Нет времени на поиск Видишь? Все занятые женщины сейчас Ну да АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, дорогая моя Ну красота невозможная Девчонки, проходите АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, на мужчину похоже Что, из грудь убрать Прям мужчина Мужчина А как он будет ее Просто своеобразная Астетика Женщина должна быть Мягкая Лас Кому-то мягкая нравится Кому-то нравится Солбик жира Кому-то нравятся Вот такие формы Вам понравилось? Мне очень А мне очень А вам? Александр Сам спортсмен И в общем-то Если Маргарита Стал бы Свою будущую карьеру Выстраивать Больше связанную Так как со спортом То это бы он как раз Мог бы понимать И эти поездки На разные соревнования Если бы вот такой Крен был бы Больше в сторону Спорта Ну конечно Очень, так сказать До глубины души Вот ее рассказ О ее родителях В любом случае Хочется ей пожелать Свою умницу Представляете У родителей колясников У родителей инвалидов Рождается вот такая вот Красота Которая делает Сама себя Ты правильно и говори Вот Лариса Можно потом Девочка очень сильная То есть перед ней Хочется склониться Сказать Вперед И пусть счастье Ну ее могло быть Самая за трапезная Самая за трапезная жизнь Она сделает И силой дух И все Это конечно Результат ее собственного Трудная достижения Женщина все-таки Должна Мужчина любить и ценить Когда женщина говорит Я свое свободное время Обменяю на деньги Это значит буквально Следующее Я нужна тебе больше Чем ты мне И вот эта мена Вот этот торг Он в принципе Не совсем умеет Рита Иди сюда Вот прямо Ну посмотри Что такое Рит Послушай Мне кажется Тебя не поняли Рит Ты что сказала Что ты уйдешь Вот с этой вот Адовой работы Что ты не будешь Столько колесить По свету И заниматься собой Если тебе мужчина Предоставит возможность Заниматься семьей Правильно? Моя профессия Это как раз Вот это вот Из-за этого И есть поездки Вот А когда Ну ты зарабатываешь же А если тебе муж скажет Все Рит, успокойся Я тебе сам все дам Я в финансовом плане Для себя уже доказала Что я могу То есть как бы Я в этом плане спокойна И у меня есть Моя профессия Которая на кусок хлеба Я себе заработаю То есть в материальном плане И для семьи времени хватит Конечно Все уходи Давай поженимся Теперь ваше мобильное Наберите на 736 Розы Василиса Дадут вам совет Днем и ночью Вторая невеста Готовится к свиданию С нашим женихом А пока реклама Оставайтесь с нами В эфире Давай поженимся У нас в студии Александр Встречается вторая невеста АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Александр Меня зовут Светлана Я вам обещаю На вас Я всегда найду Свободное время Здравствуйте, Светлана Благодарю Спасибо, проходите Здравствуйте, Светлана С кем вы? Я со своей подругой Ксенией Почти Давайте нас посмотрим Светлана 23 года Помощник руководителя В ресторанном холдинге В Ростове-на-Дону Мечтает открыть Собственный ресторан И побывать в Бразилии Признается, что следит за фигурой И всегда правильно питается Предупреждает, что не готова Сожительствовать с мужчиной до свадьбы Когда Светлана поняла Что возлюбленный Не собирается на ней жениться Стала раздражаться И пилить его Надеется, что Александр Не повторит ошибку Ее бывшего кавалера Светлана, вы такая молодая Современная девушка И почему вдруг Такие несовременные взгляды? Вы действительно откажетесь Жить с мужчиной до свадьбы? Вы знаете, у меня уже был опыт Сожительства с мужчиной Ему было 32 года Когда мы познакомились Он очень долго и красиво За мной ухаживал И в конце концов я сдалась А сколько в общей сложности Вы с ним прожили? Два года А на каком году вы стали Его подталкивать к женитьбе? Мы год встречались И начали жить вместе Когда все это началось Мне хотелось его удивлять Я всегда его ждала Я тогда училась в университете Заканчивала Он работал Я всегда ждала его Хотела его удивить Вот как вы его подталкивали К тому, чтобы он сделал вам предложение? Я всегда ждала его с теплым ужином Всегда встречала его с улыбкой А он думает А нафига мне Жениться мне и так хорошо И так вот теплый ужин и улыбка Вот это я поняла только сейчас Поэтому я бы не хотела повторять Но потом вы поменяли Свои отношения и свои методы И вы стали ему вскрывать мозг В надежде, что он теперь это поймет Да, просто он не делал этот шаг А задавали в лоб ему вопрос Нет, я не могу задать этот вопрос Я считаю, это неправильно А я вот не понимаю Когда ты спишь с мужчиной И у вас с ним один стол Один стул Почему бы не задать вопрос? Почему бы не задать вопрос? Вы уже семья Ну уж не напрягусь, когда ты готов? Ну, в один прекрасный момент Он мне сказал Мы можем пойти просто расписаться Но это было один раз Он такой Доглавили бы его прямо Странная вы женщина Вот странная вы женщина Вот смотрите А что, не тема не с той интонацией вам сказал? Ну пойдем распишемся Понимаете, я молодая девушка Я хочу одеть свадебное платье Я хочу быть невестой А вы знаете, что вы уже, наверное, 901-я здесь Которая из-за свадебного платья Не оказалась неудел На ней не женились Так может быть сначала просто было бы расписаться А уже на правах жены Вы могли бы сами эту свадьбу И организовать, и платье купить Вы понимаете, что Если мужчину любите, хотите у него замуж Что это второстепенное платье? Мне кажется, она очень симпатичная Да, она симпатичная Она очень симпатичная внешне Она молодая слишком Миленькая, да У нее еще за душой Ничего особенного нет Есть какие-то вопросы к Светлане? Ну, и вообще известно, что в Ростове Красивые девушки Это тоже надо учесть Ну, так же, как вы считаете, что Ведь любой мужчина В какой-то момент жизни Ну, иногда, так сказать, все-таки Тянет его как-то физически, женщину За что-то, так сказать, наказать А вот здесь, значит, вот такой чемпион Если вот у него рука сорвется То это может привести к таким серьезным вещам Вот этого как бы... Ой, Ген, это вы к чему сейчас? А я спрашиваю просто, задаю вопрос Что если, вот, жить с очень сильным мужчиной А, то есть если он ей иногда леща даст Как она к этому должна отнестись? Это будут совершенно другие последствия, чем это сделать средний мужчина Это тоже надо принимать во внимание Вы сейчас сами себя хоть услышали? Да, конечно То есть вы перевожу вопрос Да Ты готова к тому, что иногда, если ты обозришь Александра То он тебе даст леща Но если он тебе даст Какой-нибудь там, ну, среднестатистический Петя, Малахоль Это будет одна история А если Александр, то у тебя позвоночник в трусы высыпется однозначно Вот перевела Немножко поправлю Как вы к этому будете? Я никогда не бил женщин А с чего Гена тогда задают? Я думаю, это просто у него вопрос теоретический А вообще вы себе позволили... Ген, вот вы, например, себе позволили хотя бы раз поднять на женщину руку? Нет, конечно А к чему вдруг этот вопрос? А потому что, наверное, вас так равно стало раздражать Наболело, наболело, мне кажется Светлане на отношение к мужчине, да? Нет, нет, нет А мы можем... Принципиальный вопрос, значит, подчеркиваю Что иметь дело с очень сильным Нечаянно у него рука сорвется Где-то он будет у холодильника стоять Нет, если нечаянно, да ладно Если нечаянно, он отзвенится Если нечаянно, тогда, конечно, простит Да, за нечаянно Она его ночью кипятком оболит А вот вы готовы, что он? Доступа к телу не будет, он согласен Если влюбить, согласен Но добирать он же здоровый В другом месте будет Не будете ревновать? Нет, а за что дело жить вместе нет А так-то она придет к нему быстренько До щеку не попьет после секса И домой к себе А, то есть вы с ним жить не будете? Конечно нет А все остальное будет? Что же, а ждать? А они деревянные Ждать мы сколько будем? Ну вот с момента знакомства До свадьбы Вы знаете, нет такого срока Я думаю, все это Есть Не только индивидуально Я думаю, что Вы-то сколько подождете? Вот предложение руки и сердца В момент знакомства Знакомства и предложение руки и сердца Полтора года Спасибо А я ни минуты больше не буду ждать Хочу сюрприз АПЛОДИСМЕНТЫ Красота Ничего себе Лио-де-Жанейро Ух ты Прям Бразилия КОНЕЦ КОНЕЦ Спасибо большое Проходите Не забудьте Клиточки Супер-сурприз Как вам, Светлана? Да в целом Очень даже неплохо Несмотря на ее возраст Кажется, что она Не столь далека От тех ценностей Которые Мы Любим Такое ощущение Что она может Мужчина-мужчина Нет, я имею ввиду В нашем уже возрасте Нет такого противоречия Что она не будет смотреть Те фильмы, которые мы любим Как вам, Александр? Она хорошенькая Она хорошенькая Добрая Добрая? Добрая Какие же вы выводы парадоксальные делаете? Фильмы будет смотреть Наши эпохи Добрая Откуда вы это вберете? А как же? А карнавал? Из каких слов Вы сделали Этот вывод? Ну, ну А как ты думала? Говорят, что женская логика Нет, у мужчин одна логика По прямой Ну, что скажете? Еще про доброту Значит, мы услышали Открытость Будет с вами Прямо лежать у вас Вот так на широком плече И смотреть Мне нравится Светланочка Умница Потому что Те девушки Которые сбивают сына Так и мне нравится Нам сбивается Нам потом сложно А вот так Планочку-то поставила Вот умница Имеет право Еще по первому Этому Ряду гуляет Молодец Длинное платье Когда есть что показать Можно и показать Красивую фигуру Вот такую красоту прятать Я предлагаю Александра Встретить из третьей невесты Проходите Здравствуйте, Александр Меня зовут Елена Здравствуйте, Елена Огромное спасибо А этот аромат Этот букет говорит О вашем хорошем вкусе И я вам желаю Найти вашу мечту На этой программе Спасибо Ой, какая вы хорошенькая Здравствуйте Здравствуйте Спасибо большое Я пришла С своей сестрой Натальей И мамой Аллой И мама Мама Да Мама Потрясающе Просто сестры Спасибо Посмотрим Елена 33 года Начальник отдела Логистики газовой компании Гордится тем Что она успешна И обеспечена Считает Что ее интеллект Отпугивает мужчин Предупреждает Что не потерпит Рядом с собой Метросексуала Искрягу Елена Рассталась с возлюбленным Потому что устала Терпеть его капризы И подстраиваться Под его настроение Надеется Что Александр Не станет ее подавлять Я бы вот Уточнила Вы отпугиваете Своим интеллектом Мужчин Вы с ним что Кроссворды Разгадываете Или Мне кажется Мужчинам Нравятся умные Женщины Ну не всем Это нравится То есть для того Чтобы в женщине Это нравилось Мужчина сам должен быть Интеллектуально развит Ну так и не выходите Замуж за дальнобойщика Так я и не вышла А вот расскажите Свою историю Любви Мы познакомились Когда мне было 24 года Это были какие-то Фееричные отношения Очень яркие Красивые И конечно Мужчина Все свое свободное время Посвящал именно мне Мне это сперва Очень нравилось Но потом оказалось Что это не просто так Из-за того Что он меня любит А потом Из-за его безумного Чувства ревности И в итоге Да То есть Не ходи туда Не ходи сюда Везде со мной То есть он меня Возил везде С подружками Встречаться Там по моим Любым делам Вот смотрите Вот с женщинами Не угодишь Ваше не нравилось Что мало времени Уделяли А здесь Наоборот Хотел быть рядом Поэтому даже К подружкам сопровождал Мужчины Две вещи ненавидят Подружек Своей возлюбленной Как правило И ходить с ней по магазинам Больше скажу Какая его привереда Даже не то что по магазинам А он возил меня В салоны красоты И сидел со мной там То есть вам масочки делают Эпиляции А он вам ножки придерживает Чтобы не орали От боли Ну практически Но всего хорошо В меру Ревность Всегда уничтожает Отношения Я считаю Чрезмерно Алла Переживаете Что в 33 года Дочки А внуков нет Вы знаете Где-то да Я стала уже переживать Вот Потому что такая красавица Да слава богу Вот Наталья У нас уже две внучки А вам сколько лет Наташа Сколько 30 Ребята Вы что в холодильнике живете У нас просто генофонд хороший Вот у нас по женской линии Женщины так вот Сохраняются А она старшенькая Да Не пьете Не курите Наташа младшая А что же вы На старше Занимаетесь спортом Да Как-то мама нехорошо Старшая в девках ходит уже Она должна была младше Запретить замуж выйти Да Я тоже Ну как-то вопрос Надо было решать Ну что две дочери Ну а если у нее не получилось Мужа найти Подобрать Что значит не получилось Куда они пришли Свою на программу Извините Не пойму ни с кем Там это Шароково Вот и пришли Мы вот и пришли Да За помощью На вас подшли Долго Пришли хоть пять лет назад Она больше карьеристка Она замужем За карьерой больше Как ты относишься К загруженности Своего мужа Я отношусь Это как к неизбежности Потому что рядом со мной Может быть только сильный человек А его загруженность Материальное положение Это его продолжение Это его неотъемлемая часть По-другому и быть не может Леночка Показывайте сюрприз С удовольствием Александр Мне поможет Пойдемте Приготовим котель Давай поженимся Добавим молока Как основной ингредиент Добавим клубники Это афродизиак Банан Для сладости Ведь жизнь должна быть сладкая Абсолютно точно Еще для большей сладости Карамели Да Что-то вкусненькое Там вырисовывается А теперь Взобьем Это все А вы знаете Мне кажется В плане хозяйственности Чисто как Для дома Она больше ничего Не сможет сделать Кроме как фреш Коктейльчик Очень вкусно Спасибо Понравился Александр Очень Спасибо девочки У вас потрясающая Дочка и сестра Берите букет И ждите решения Александра Вспомните А еще у вас Сумасшедшие Красоты платья Спасибо Проходите Ой ну что Жених Очень Очень Мне понравился Очень Друзья мои Как вам Очень хорошая Девочка И внешне И мне кажется Очень добрая То что Александру близко Это Мало того Что она успешная Как профессионал Я вообще сейчас Про доброту даже не говорила Где вы ее видите Эту доброту Взгляд Вы посмотрите Как она на него смотрит Она просто хорошо Воспитанная Даже если она Иное чувство Да Она очень хорошо смотрит Александр Ну понравилась Нет Хорошая девочка Какая она девочка Какая девочка Женщина в 40-60 В 40 годах Не тетенька Девочка Молодец Молодец Конечно Он будет называть тебя малышкой Ну нет Она хорошая Для возрастного мужчины Вот мы всегда как говорим Значит Если мужчина до 35 лет Ничего не достиг Не достигнет Так что не пытайся А если женщина до 33 лет Замуж не вышла Значит уже ей не надо Надо землей натираться Привыкать Да? Надо Пребывание пониже Мужчина попроще Почему? Александр говорит Не хочу молодую Хочу взрослую Пришла Москвичка Красивая А через 10 лет Александру 42 Ей 43 И у него клиник начнет Вот как это А семья нужно чтобы надолго А посмотри какая красавица И выглядишь Правильно Теперь как антиклариант А надо чтобы детей рожали Вовремя Мне Елена очень понравилась Действительно зрелая Причем внутренне она выглядит Она выдает Скажем так Ее поведение Выдает в ней Внутреннюю статью Не только интеллект Но и воспитание И опыт определенной жизни Мне было такой Немножко иронии Самоиронии Которая позволительна Человеку умному Все было хорошо На мой взгляд Все было достойно После рекламы Мы узнаем В какую дверь постучится Наш жених Не пропустите Геннадий Я хочу просто привести вас Как пример Для всех зрителей Для тех кто готовится К нам прийти на программу Редко кто из сватов Вот с таким сердцем С таким участием Относится вот К своему другу Вы просто болели Как отец родной Поэтому вы точно знаете Кого порекомендовать Кто осчастливит Александра Спасибо Ларисочка За такие слова Я очень тронут Я вообще очень жалостливый человек Вот меня Если говорить Вот об этом чувстве Для русского человека Наверное Самым может быть важным Вот первая девушка Меня конечно Вот своим рассказом Очень О родителях Да Очень тронуло Спасибо Светлана Изначально Александр сказал Что он мечтает И вообще Желает иметь Семью традиционную Это когда Женщина Уважает Изначально Мужчину Потому что Любовь То чувство Которое проходит Уважение Остается Уважение За дела За поступки И сразу Никогда Никогда Такого Поэтому Она говорит Да Хочу Чтобы Решал Хорошая Прекрасная И Светка Хорошая 23 года Боже мой Красавица Из Ростова На Дону А Елена Интеллигентная Москвичка С серьезными намерениями С мамой С сестрой Прелестной Глаз от нее Оторвать Не могла Поэтому Трудный Выбор Но я вам Советую Маргариту Или Елену Света Света Только Света Хотите И дельфинье Тело И красоту И молодость И детей еще Трои Как вы говорите Вот она вас И стимулирует Будет рожать И на здоровье И любите Я думаю Больше подходишь Ты Светлана Домашняя Правильный ответ Хозяйственная Лариса Я прежде чем Дать совет Александру Хотела бы Обратиться к нашим зрителям Потому что Следующая неделя С 18 по 24 ноября Обещает быть Не очень простой В любви у всех Особенно у раков И весов Венера Сейчас идет По знаку Козерога И будет делать Два напряженных аспекта С медленными планетами И в это время Очень легко Сорваться в агрессию И в насилие Над своими близкими Очень легко Заставлять Принуждать Чего-то требовать И самое главное Что совершенно бесполезно Потому что Противоположная сторона Ответит Непослушанием И желанием Отставить свою свободу До последнего Вот самое первое Что нужно делать На следующей неделе Всем запомнить Оставлять все финансовые вопросы Именно финансовые За порогом И все Что вы накопили В качестве раздражения На работе Тоже оставлять Где-то далеко От своей семьи И в общем Перенести на следующую неделю Выяснение всех сложных Каких-то вопросов Вот Ну а если говорить Про Александра То я с самого начала Сказала Вам нужна женщина И одновременно Серьезная Такая Чтобы ее Принял социум И одновременно Веселая Вместе с тем Мне кажется Что Елена Родившаяся под знаком Близнецов И соответствующая Вашей Венере Близнецовской В общем Хорошо подходит В любом случае Мы поддержим вас Поэтому проходите Мы с вами Выражайте симпатию Нашим будущим героям Отправляйте СМС Их номером По телефону 4151 Екатерина 22 года Номер 2935 Менеджер По рекламе Любит Конные прогулки И посещает Все арт-объекты Москвы Познакомится С состоятельным Интеллектуалом Который Будет открывать Перед ней Все двери Яна 25 лет Номер 2936 Руководитель отдела продаж В банке Занимается хореографией Любит читать Мечтает встретить Новый год в Таиланде Ищет мужчину С железными нервами И стальным прессом Мы не знаем Выдет Александр Один Или с избранницей Я приглашаю всех Выйти И его поддержать Здравствуйте Еще раз Я хотел бы с вами быть Я с вами тоже С удовольствием Спасибо У нас есть пара Александра и Елена Отличный подарок Для нашей пары Конфеты Степа Конфеты Паплики Славянка И вкус наполнит Ваш день бодростью И позитивом Славянка Несет радость людям Так Не бойся Это не больно Женечка Хорошая девочка Из хорошей семьи Если ты думаешь Что мне стыдно Перед тобой Или перед ней То ты глубоко ошибаешься Мне точно шизофрения Ее нужно опасаться Тебе кажется Армия тебя портит Вроде все нормально Все в порядке Но оказалось С двойным дном Я не уверенный был Да Но стал чуть более уверенным Благодаря ей Собственно Ой Совет Да любовь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин